всем привет с вами модный стример гнум и в этом ролике расскажу вам о звездах об их жизни и об их тусовках вы уже наверное догадались что я собираюсь рассказать вам о нашумевшие вечеринки ивлеевой и тут вы скажете ну тебе-то это нафига но ты-то куда полезно даже вообще не твоя тема к чему это вообще из каждого тюга нам про эту вечеринку рассказывают уже задолбало два дня мы это все слушаем а уже задолбало нафига нам еще один ролик на эту тему и вы будете правы действительно почти всегда я избегаю подобных им по поводу потому что почти всегда не пустые их используют лишь для набора просмотров для трафика но в данном конкретном случае я уверен что произошло нечто крайне важное что отразится на нашей с вами жизни конечно же я имею ввиду не саму вечеринку а ее последствия давайте сначала быстро пробежимся по фактам чтобы вообще понять разобраться что именно произошло ну во первых случилась та самая вечеринка на которые было под приглашено почти 200 человек ну или было приглашено больше но пришло почти 200 человек более менее известных людей на следующий день в интернете возникло некоторое количество я бы так оценил небольшое количество возмущения на тему мол а что это вы во время войны устраиваете такие развлечения такой пир во время чумы и надо сказать что подобные Возмущения звучат не впервые, вот война идет уже почти два года, и все эти два года, они время от времени возникают, то во время каких-то праздников-салютов, то во время каких-то развлекательных передач на ТВ или каких-то концертов. Даже Путин достался от зетников ведро говна, когда в прошлом году, если вы помните, он открывал в Москве огромное чертовое колесо, которое называлось «Солнце Москвы», в то время как российская армия отступала, ему там от зетников досталось дофига подобной критики. Такое возмущение ни разу ни к чему и не привело, никаких последствий не было, и все решили, что на этот раз все будет так же, мол, денек побухтят и забудут, и последствий никаких не будет, как уже было много раз до этого. И даже некоторые участники позволили себе записать такие довольно, скажем так, смелые, дерзкие ролики, та же Явлеева выложила ролик, в котором слала хейтеров леса, мол, вас забыл спросить, холопы, как мне там тусоваться, что меня надевать и вообще отвалить, не ваше дело. Казалось бы, побухтят и забудут, на этом все кончится, но, но, внезапно все пришло в движение, участников вечеринки начали травить со всех сторон, их начали травить официальные СМИ, на передачах начали травить, их начали вырезать из эфиров на телеканалах, и не только из будущих эфиров, но из-за уже готового, снятого контента. Ими внезапно очень резко заинтересовалась и полиция, и налоговая, и другие ведомства. А сами они начали на перегонки записывать слезные извинения. Откуда это все? Что вдруг такого произошло? Почему все вдруг как сорвались цепи? В интернете бытует мнение, что фотографии с этой вечеринки показали Путину. Показали и пожаловались, мол, что за фигня? И Путину это не понравилось, он хлопнул кулаком по столу и сказал, аааа, ну, я так представляю себе, так-то я не знаю. Потому что дело в том, что Путин опять, как обычно, мне почему-то не доложил, почему-то мне не докладывает. Поэтому я и не могу как-то подтвердить эту версию. И сам я тоже свечку не держал. Но все это выглядит очень правдоподобно, потому что, а иначе, а что еще могло стать таким спусковым крючком? Что еще могло привести в один момент в движение всю государственную машину, весь государственный аппарат, и натравить он и на гостей, и на организаторах этой вечеринки? Кстати, важный момент. Когда я говорю о травле организаторов вечеринки, я немного вру. И почему? Сейчас объясню. Дело в том, что хотя все считают организатором вечеринки саму Настю Явлееву, это было чуть ли не официальное событие МТС, приуроченное к запуску их новой площадки NUM. NUM это новая площадка для размещения видеороликов и немножко стримов. Раньше МТС пыталась раскрутить свою площадку только для стримов, она называлась VAST. Много лет она пыталась это сделать, много денег вложила, но не получилось, не взлетела. Поэтому VAST прикрыли и на ее основе запустили более YouTube-подобный NUM. И по сути, вся эта вечеринка была большой промо-акцией вот этого вот NUM. МТС был спонсором мероприятия, там были баннеры NUM, там был минимум один топ-менеджер от МТС и минимум один топ-менеджер от ВКонтакте. Это очень важный момент, потому что многие называют это мероприятие частной закрытой вечеринкой. Но это совсем не так, ровно наоборот, это совершенно открытое промо-мероприятие, проведенное для рекламы. О нем не только можно было рассказывать, о нем нужно было рассказывать, иначе, ну что за реклама такая? Были приглашены и журналисты, и фотографы, и всякие разные прочие инфлюенсеры. Далее события развивались стремительно и продолжают развиваться до сих пор. Я чуть позже расскажу об уже наступивших последствиях, но сначала поговорим о не менее важном, интересном. О причине такого гнева, из-за чего весь сербор, что так все сбеленились. Некоторые называют причиной внешний вид участников и гостей. Напомню, что дресс-кодом этой вечеринки было почти голое, то есть люди приходили в очень откровенных и фривольных нарядах. Больше всех постарался один молодой, прости господи, рэпер, который надел на вечеринку один только носок. И носок этот был надет совсем не на ступню. Вероятно, так он пытался привлечь внимание к бедственному финансовому положению молодых рэперов России. Но это же полная чушь, потому что подобный внешний вид – это абсолютный стандарт для большинства российской эстрады. Звезды обоих полов снимаются в эротических сессиях для глянцевых журналов. Они выкладывают откровенные фото в Инстаграм. 80% их фотографий – это жопы в различных ракурсах. Костюмы, в которых они снимаются в телевизоре, на официальных телеканалах для развлекательных шоу, мало отличаются от того, в чем они пришли на вечеринку. Это еще, вспомните, концертные костюмы. В чем они там? Очень откровенные костюмы, очень открытые, очень откровенные платья. Вот там уж действительно полуголые. Вспомните, в конце концов, костюмы группы «Нана». Вспомните Валерия Леонтьева, который скачет в рыбаской сетке по сцене. Никогда вообще это не было проблемой. Всем всегда было насрать. Никогда это не триггерило власть. Но в конце концов, такое уже много десятилетий проходит у нас в ночных клубах и на корпоративах. Кто-то говорит, что причина недовольства в том, что гости веселились в трудное военное время. Но это же тоже полная чушь. У нас все еще совершенно официально за государственные бюджетные деньги продолжают сниматься различные развлекательные передачи. Да, развлекательных передач на телеке стало меньше, но их все еще дофига. Проводятся праздники городские, общестрановые, проходят концерты, снимается развлекательное шоу для ТВ. Развлекательные фильмы, развлекательные новогодние шоу. Тот же голубой огонек. Да, вот салюты в этом году неофициально, но и отменили. А в прошлом году, пожалуйста, были салюты по всей стране практически. Да и если подумать, что причина именно в веселье, в трудное военное время, сразу возникает вопрос. А что это за такое трудное военное время? Ну, а точнее, трудное спецоперационное время. У нас и раньше неофициальные СМИ не пользовались любовью властей. Ну, а последние два года их закрывают в срочном порядке. Всячески прессуют, преследуют, приравнят к террористам и экстремистам их самих и тех, кто их распространяет. Кроме шуток, у нас просто за репост какой-нибудь неофициальной СМИ с критикой властей можно легко поднять себе с земли уголовный срок. При этом, если послушать официальные СМИ, у нас все просто зашибись. Экономика прет, импортозамещение растет, россияне все богатеют, так разбогатели, что раскупили просто все яйца. Европа разваливается, Америки скоро кранты, доллар скоро обнулится. На поле боя тоже гойда за гойда. И буквально каждый день Коношенков рассказывает, как опять о наших успешных успехах. Опять армия России сзади уничтожила миллиарды врагов на всех направлениях, забила сотни самолетов, уничтожила тысячи танков и 23 Бэтмена. Ну просто победа за победой и победы окончательные нужно ждать со дня на день. Так если все действительно так, почему бы россиянам не проникнуться этим счастьем и не порадоваться бы нашим успехам? Почему бы не отпраздновать наши победы на всех фронтах и направлениях? Почему бы не похвастаться своим новым русским богатством? Как-то очень странно рассказывать в официальных СМИ, как у нас все хорошо, как у нас все получается и удается. И при этом запрещать веселиться, праздновать и радоваться. Как-то здесь что-то не сходится, вам так не кажется? Так может официальные СМИ не до конца с нами откровенны. Может быть дела наши не так уж хороши. Неужели официальные СМИ нам врут? Неужели Коношенков каждый день врет нам в лицо? Ну точнее в камеру. Неужели наши успехи не столь уж успешны? Ситуация очень противоречивая, не дурно бы в ней разобраться. Но мне кажется, что причина не в самом факте веселья и не в откровенных костюмах. Мне кажется, причина вот в чем. Если вы помните, в прошлом году, когда началась война, общество быстро разделилось на три лагеря. Один лагерь войну горячо поддержал и надел футболку с буквой Z. Второй лагерь войну резко осудил. По странному стечению обстоятельств этим людям пришлось срочно уезжать из страны, либо искать новую работу, а то и адвоката. Но самый большой, на мой взгляд, лагерь остался нейтральным. Удивительно, но просто до хрена ли он и россиян оказались совершенно нейтральными к начавшейся и идущей до сих пор войне. Мол, идет и идет где-то там, меня не касается, мне все равно, только меня не трогайте, в целом мне клевать. И если вы помните, ситуация с этими тремя лагерями до сих пор была такая. Сторонников войны власть поддерживала и спонсировала деньгами из бюджета. Противников всячески гнобило, штрафовало, сажало в тюрьму, выдавливало из страны. Ну, прекрасно понимаете. А вот нейтральный лагерь, он всех устраивал. Ну, как всех устраивал, он устраивал власть, его никто не трогал. Ну, мол, нейтральные и нейтральные, молчите. И молчите в целом, это окей. Главное, что вы открыто против не выступаете. И то уже неплохо, нам это подходит. Но похоже, что статус-кво изменился. Похоже, что публичным известным людям больше нельзя оставаться в нейтральном лагере. Теперь у них выбор очень простой. Ты или с нами, или против нас. И это очень тревожно. Потому что после того, как закрыты все гайки, известным людям перейдут к самым обычным людям, таким, как мы. И полиция моды будет спрашивать, а ты что Бакузет на футболке носишь? А? Что, самый умный тут? Не поддерживаешь, что ли? И, казалось бы, самая обычная, невзрачная тусовка звезд сигнализирует нам о том, что наше общество, наша страна сделала большой шаг. Буквально скачок в сторону декстатуры серости. Еще немного и по домам пойдут с обысками, чтобы выяснить, а не прячем ли мы дома Ивлеев. Окей, давайте теперь посмотрим, какие последствия уже настигли участников буквально за сутки с небольшим. У меня тут есть списочек. Итак, суд поступил, коллективный иск к Ивлеевой, насколько бы вы думали, в какую сумму вы бы оценили ущерб чему-то от такой вечеринки? Так вот, поступил иск на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда от голой вечеринки. 1 миллиард, да, это тысяча миллионов, если вдруг что. Представляете, вот как надо тусануть, чтобы нанести ущерб на 1 миллиард. Кроме того, у Насти Ивлеевой могут арестовать имущество в качестве обеспечительной меры по иску на 1 миллиард рублей. Имущество на 1 миллиард рублей? В документе говорится, что сумма коллективного иска определена с учетом масштаба распространения фото с голой вечеринки с совокупной аудиторией приглашенных на тусовку гостей. Только у Ивлеевой 26 миллионов подписчиков в запрещенном инстаграм. То есть, нам хотят сказать, что сумма миллиард рублей взята не с потолка, это результат расчета аудитории, на которую транслировалась эта вечеринка. И вот, значит, специально обученные люди провели специальные очень точные расчеты и получилась такая очень точная цифра, ровно 1 миллиард. Напишите, пожалуйста, в комментах, а сколько денег стоит все ваше имущество, которое у вас только есть? Вот все, что у вас есть, сколько оно стоит суммарно? Вот. Деньги из ЦИ требует направить в фонд защитники отечества. Кроме того, Лолита Милявская рассказала РБК об отмене ее концертах и удалении из эфиров после ее участия в вечеринке. Говорит, ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую удержаться. Пожалеем пожилую женщину. МТС убрал Анастасию Явлееву из списка амбассадоров компании. Очень забавно, учитывая, какую роль играл в МТС в этой вечеринке. МТС, как говорится, ни при чем. Это не мы. Как это смешно. Киркорова начали вырезать из новогодних шоу, которые уже отсняты. Вы не знали, они не в прямом эфире идут. Они снимаются заранее, уже сняли шоу, теперь вырезают. Первыми решили убрать Болгара на НТВ. Как пишут источники, вырезать филю из передачи пришлось... Я цитирую, извините. Пришлось в срочном порядке. Новая версия должна быть готова к 31 декабря. Сам Киркоров записал обращение, в котором извиняется. А также говорит, что не представлял, куда идет. Он сказал, в жизни каждого из нас, это буквально цитирую, бывает, что мы зашли не в ту дверь. И я зашел в такую дверь. Увидел, что там, и ушел. Кстати, именно вот так, это реальная фотография, Киркоров оделся на эту вечеринку. По этой фотографии сразу понятно, что Киркоров совершенно не представлял, куда идет. Вообще, он здорово похож на посетителя бара «Голубая устрица». Вероятно, он планировал в этот вечер не только войти не в ту дверь, но и воспользоваться черным ходом. Так, идем дальше. Собчак и Дима Билан на камеру уже принесли свои извинения. Их пока не отменили. Банк Тиньков прекратил сотрудничество с Анастасией Ивлеевой. Ну, ей достается больше всех. Российским каналом пришли стоп-листы с именами участников вечеринки. Дано распоряжение вырезать их. Правда, непонятно, вырезать нужно из эфиров или просто буквально вырезать. Если буквально, то Эрнст просто страшный человек. Кроме того, Анастасии Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Но умеет же у нас налоговая работа за день столько нашла. СМИ сообщают, что ФНС уже начала выездную проверку. Долг Анастасии Ивлеевой перед налоговой предварительно 137 миллионов рублей неуплаченных налогов за сутки обнаружились. И как будто из воздуха. Это выявленная неуплата за три года работы. Три года не платила налоги. Один раз голой тусанула и сразу нашли. Могла бы и дальше не платить. А мне на 18 тысяч послали налоги. Плати, мол. Что за хрень? Я сижу одетый. Можно не платить налоги? Я еще свитер могу надеть. Можно не платить? Изначальная сумма неуплаченных налогов переваливалась за 150 миллионов рублей, из которых Ивлеева платила лишь 13. Остальное не занесено до сих пор, поэтому была назначена налоговая проверка. Новогоднее выступление Анны Асти в московском клубе «Джипси» отменили за ее присутствие на вечеринке Насти Ивлеевой. По информации СМИ, она лишилась примерно 6,5 миллионов рублей за свое новогоднее выступление. Бедная Анна Асти, давайте ее пожалеем. Теперь она будет вынуждена вести полуроскочное существование. Ну, это шутка. Я, конечно, не фанат Анны Асти, но я не поддерживаю травлю звезд на ровном месте. Филипп Киркоров пропал с постера комедии «Иван Васильевич меняет все». Да, у нас снята новая комедия «Иван Васильевич меняет все» с нашими российскими звездами. И с постера вырезают Киркорова. Там, ну, не просто вырезают дырку, оставляют, а меняют картинку. Его место занял герой Павла Воли. Киркорова, Воля, отличный будет фильм, надо сходить. СМИ сообщали, что сейчас переснимают сцены, в которых снимался Киркоров. Фильм должны показать по телевидению 31 декабря. Сколько всего чудесного нас ждет 31 декабря. И «Голубой огонек», и «Новый Иван Васильевич» лучше телевизор не включать. Еще-нибудь Путина покажу. Сайт Филиппа Киркорова оказался заблокирован провайдером. В этой новости меня больше всего поражает то, что у Филиппа Киркорова был сайт. Кадыров предложил участникам «Голой вечеринки» поступить на службу в школу спецназа в Чечне, чтобы искупить вину. Анну Асти могут лишить российского гражданства. По информации журналистов, певицу Анну Асти, гражданку Украины, проверяют на обоснованность получения гражданства РФ после участия в «Голой вечеринке». Как можно проверять обоснованность получения гражданства после участия в «Вечеринке»? Как это вообще связано? Что за чушь, блин? Киркорова, опять Киркоров, три имени, смотрите. Киркоров, Асти и Ивлеева. Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в «Голой вечеринке». Как стало известно, петиция Виталия Бородина с предложением лишить Киркорова звания народного артиста РФ собрала уже более 50 тысяч подписей. Это при том, что для рассмотрения ее президентом достаточно всего лишь 5 тысяч подписей. В общем, все участники слезно извиняются, умоляют их понять и простить. Но непонятно, поможет ли это как-то или нет. Как спел классик «Я извинился, посмотреть не извинилась ли она, что посмотреть не извинился ли я». Ну, конечно, до Максима Леонидова, мне, как до Луны. И все это примерно за одни сутки. Хотелось бы отдельно поговорить об избирательности нашего правосудия. Как я уже говорил, на вечеринке присутствовало почти 200 человек, это не считая фотографов и проституток. И далеко не все из них были просто звездами или медийными личностями. Там были топ-менеджеры от МТС, топ-менеджеры от ВКонтакте, жена крупного московского бизнесмена, дочь депутата Государственной Думы. И это далеко не полный список уважаемых гостей с этой вечеринки. И вот интересно, а коснутся ли проверки и чистки и их тоже. Единственное, за кого можно порадоваться в этой ситуации, это за Артема Зюпу. Он, наверное, сейчас просто счастлив. Он невероятно рад, что решил подрочить на камеру несколько лет назад, а не сегодня. На этой оптимистичной ноте я с вами прощаюсь. Пишите в комментах, что вы обо всем этом думаете. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всем спасибо за просмотр. А я напоминаю, что помимо роликов на YouTube, я также веду стримы на VK Play Live и на Trovo. Там мы играем в игры, смотрим фильмы, мультфильмы, сериалы, ну и всякое такое. Ссылки под роликом.